Ну что ж, дожили мы до этого момента. Последняя катка на сегодня. И что ж, тут бизнесы посмотрим. 2-0 еще одну заберу за сегодня. Или это сейчас будет их первое поражение. Тут мы увидим. На первой карте Медас вообще ничего не показали. Но там трудно было посудить. Там их просто на пике переиграли. Поэтому они даже не успели раскочегариться, чтобы там что-то сделать. Fast Pushed Peak просто сработал на ура. Не сказать, что Fast Pushed стратегии беспроигрышные и прочее. Но самое главное то, что конкретно в этой ситуации для этой команды оно сработало так, как нужно. И поэтому все было хорошо. Ну что ж, тогда я покажу вам драфты. Будем их обсуждать. Вот, Envy, видимо, решил, что от него не контрится Viper. Поэтому берет его теперь уже даже на First Pick. Берется, помимо этого, Shaker в команду. Enigma от Midas Club. Посмотрим, как они ее реализуют, конечно. Потому что персонажи в первую очередь сложены тем, что на самом деле жалко, что его так рано взяли. Потому что Black Hole могут сейчас просто аннулироваться кучей станов. И мы сейчас видим то, что дело-то пошло. То есть венга появилась, которая подсвапать может, и которая может там и подстанеть. То есть у нее есть масса вариантов, как Enigma сбить этот Black Hole. Забанили Бруду в этот раз. Хотела сказать, но не забанили Ликантропа. Но бизнесы его и сами вынесли тоже с банами. Так, ну и дальнейший драфт от Midas. Нужен саппорт, наверное, еще один. Ember, я уж не знаю, что с ним так поторопились. Вроде как не торопились его банить до этого, хотя не очень уверена. Вот, убедилась все-таки в том, что на востоке США играет. Соответственно, у Midas здесь априори пинка побольше. Ну там, сатенчик где-то и прочее. Ну, конечно, для рядового дотера это терпимо, плюс-минус. Но когда дело касается профессионалов, там эти стоппинги в некоторые моменты могут сильно зарешать. И что теперь? Что теперь у нас с Midas будут думать? Это мы увидим. Ветрайдер. Ах, что же это за ветрайдер? Тройка, что ли, опять? Что-то у нас с бетрайдерами сегодня все не так гладко было, как хотелось бы. Не знаю, Вингу надеюсь, что она реально саппорт-пятерка. На других позициях я просто не уважаю. Ну и надо, наверное, как-то под шейкер что-то еще взять. Может... Хотел сказать, котла, но твингаж уже есть. Надо что-то как-то мосфайт укрепить. Хотя вайпер может там наплевать. Его станы все шейкеростные. Но хочется еще какой-то по области дэмэш. Может, хотел сказать Клопу, а Клопа в бане. Может, Лину на мид, не знаю. Такого плана хочется придумать. Вайпер, потому что здесь у нас, на самом деле, его мы видели везде. Постояла, в харде стояла, на карре стояла, на миде стояла. Не менялся только Энди, который на нем катает. А, ну, логично, да. Это Бэтрайдеру Лассо снимать. Ну, и в целом, не только Бэтрайдеру Лассо. Здесь и Малифайс Энигмы, и Чайны Эмберспирита. То есть здесь много, от чего Абадон может одним Афотик Шилдом спасти. Но самое главное, конечно же, это Бэтрайдеров Ультимейт, который проходит через БКБ, но не терпит очищений. И вот таких вот сильных очищений все время. Два варианта накрапываются вполне верных. Это Презоатак и Афотик Шилд. Тираблейд от Мидасов. Что-то вот подзабыли его в последнее время, хотя кэрри очень достойный. Да, Восток США сервер, на котором они катают. Бизнес надо какого-то... Ну, неужели Саппорта банить? Я не знаю, что-то мне не верят, что Энигмы Пятерка и Бэтрайдер там Четверка. Хотя на самом деле есть вариант Бэтрайдер Пятерка и Эмбер Четверка, и кого-то сейчас на кэрри оставить напоследок. Ну, не на кэрри, на мидер, вы сами поняли. Но нет, все-таки рассчитываю, что Саппорт от Мидасов остался. Ну, они сами это делали с пиком. Не знаю, стоило ли так это рано открывать Тираблейда. Но ласт пик все равно не за ними. Так что все равно удерживать здесь еще на плюс одну позицию террора, скорее всего, обернулось бы тем, что повысился бы шанс то, что его забанили здесь в бизнесе. Такое тоже бывает, к сожалению. Поэтому в такой ситуации с таким раздрафтом, когда ты ферст пик себе выбрал, то лучше на ластецкую оставить что-то менее важное, что тебя уже не забанят. Ну, а бизнесы посмотрим. Им не хватает какой-то точной проверенной физухи. Нужен нормальный кэрри, который с террором поборется. Тут, на самом деле, тоже много вариантов. Тут ИПЛ можно брать абсолютно спокойно. И нагу, и прочее. Инвокеры сегодня не впечатляли. Не знаю, как сейчас, конечно, будет, но Секси Фэд... Ну, помню, что катал на нем, конечно. Интересен бан Некрофос. Что-то я не очень вижу, что он прям тут катки солит. Медовый инго Топсон тоже не уважаешь? Да, ни Медового венгу не уважаю, ни кэрри венгу. Слава тебе, господи, уже год-два как такая мета кэрри венги ушла, потому что там что-то было у нас полгодика, наверное, где ее раз за разом брали на кэрри, и раз за разом она сливала. И мне кажется, мне там близкий к нулю был венрейт на этой кэрри-позиции. Но почему-то прям хотелось ей играть людям. Так, ну что же, бизнесы. Последние секунды до их властецкого решения. Гирокоптер. Ну да, в целом, от инвокера много дэмэджа по области, и лизианиста не очень хочется в ответ брать. А гирыч, он может в темпе развалить. То есть здесь бизнесы хороши тем, что они могут закончить быстро. Ну, у них, правда, на пуш не очень хорошо, но в целом там гирокоптер с агонимчиком уже неплохо так этим вопросом занимается. А медасы, у них уверенный лейт. Но во многом зависит история, как от инвокера и прочее. Инвокер, кстати, здесь тройка может оказаться. Энигма саппорт. Ну, Мердок, он обычно тройка. Что, Бетрайдер действительно здесь окажется... Я просто думала, здесь еще может инвокер четверка, там что-нибудь в этом роде. Да, Бетрайдер вообще медовый. О, господи. Я обожаю, когда начинаются вот эти вот все мансы ролями. Вообще ужас. И Хайка, да, саппорт Эмбер сперед. Ох, ну и фигня получилась. Ну и набрали. Как обычно, пытаются перемудрить всех, в итоге переигрывают сами себя. Ну, увидим, во что это выльется. Пока вся надежда на террора. Остальное что-то как-то мне не внушает доверия. Ребят, какие три карты? Это Бестов 2 здесь. Невозможно три карты сыграть. Здесь в любом случае, либо 1-1, либо 2-0. Как бы оно ни произошло, мы разойдемся. Все. Это групповая серия. На название стрима можете посмотреть, там написано Бестов 2. По жизни здесь мы будем на этом канале, на БТСе. Если вы вдруг сюда вернетесь в какой-то момент, вы всегда будете здесь наблюдать Бестов 2 вплоть до 24-го числа включительно. Иных раскладов не бывает. Да, Снекинг очень хороший. И Шейкер на самом деле. Был когда-то, сейчас уж не знаю. Уплыло много с тех пор в его жизни, моментов пика карьеры. Много воды утекло. Но будем надеяться, что его мастерство не пропилось. Как и любое другое мастерство. Ну и Инвокер. Медовый все-таки Инвокер. Судя по всему, они просто по игрокам немного поменялись просто из-за того, что лучше исполняют. Так, Сексифет у нас будет катать на Бэтрайдере в Харде. Ну, слава тебе, господи, это как-то немного обнадеживает. Хотя Инвокер он что-то... Ну, в последнее время, смотрю, вот в Америке конкретно ничего не тащит. Так, он немного возвращается в Меду. Его стали чаще брать. И даже не всегда Квас Векс. Иногда Квас Экзорт. Ну, или просто Экзорт. В Инвокер, как его зовут. Так как максится в такой сборке именно Экзорт. Но здесь, я думаю, что именно Квас Векс заявка была. Дастер. А тут готовится к дефолтной линии для Нигмы, где придется уходить леса. Там что-то подфармливать. Ну, и учитывая то, что он четверка, да, он, скорее всего, в какой-то момент покинет Бэтрайдера. Или просто будет подъедать его ранджевиков и уходить лес сразу же, как только Крипы появятся. Сейчас он уже ранджевика съел. Но этими идолонами он может, я не знаю, разве что на разведках пустить, потому что не успеет он их реализовать. Крипы только на первой минуте появятся. РДО пока стопит. Очень усиленно стопит. И у нас линия будет стоять так импровизированно легкая против легкой. Ну, а Мердок пока видим то, что против Энви сразу же ловит Незертоксин. Не знаю, что он так решил у него постоять в этой лужице, но реген более чем достаточно. Хотя по-хорошему инвокер должен, конечно, страдать от вайпера, потому что реген все равно не перебьет фокусированную атаку. То есть если там далековато зайдет, ох, что-то по таврам еще не добивается. Ну, конечно, трудно с инвокером без экзорта добивать, но что-то он прям совсем ничего не осилил. Снейкинг сейчас закроет. Вот такие вот атаки здесь уже никакой класс не поможет пережить. Как бы ты его ни максил, все равно у тебя яд хорошо так стакается на это все дело. Ну, это первая кровь для Энви. Мути временем у нас стоит что-то против пустой линии. А куда у нас террор делся? А, террор и пошел на свап. Все, понял. Ну что ж, и здесь он уже подбивает крипочков со своей формы. Но форма пока, видим, то, что закончилось тем, что он еще ни одного крипа не добил, в то время как уже четыре есть в запасе у Гирича. И Гирича Саксифета там бьет. Стики сразу же, Гирокоптер покупает. А будто они у него апнутые, потому что веточки уже валяются. Саксифет. Ну, Фир его тут, я на самом деле думаю, что с террором может растереть. Энви уже делает еще один фраг, и снова Снекинг помогает. И Снекинг пошел Тавру отдаваться, чтобы... Да, причем поторопился это сделать, так как инвокер его не тронул ни разу. Поэтому это просто обычный дефолтный Денай. И ни капли золота инвокер с этого не перепала. Да, вторая. Такая получилась. Конфузия у него. И придется, наверное, как-то здесь, я не знаю, очень-очень аккуратно под вышкой стоять. И видите, и то не гарантия, потому что Снекинг приходит, кладет фиссуру сюда, и что толку, что ты под вышкой стоишь. И проблемой становится даже экспу получить скрипов, потому что приходится уходить так далеко, чтобы даже на рейндж экспы не попадать. Мордок. Мордок. Опять чуть было не помер. Аквасы-то только первого левела. Стои регенси тысячи лет. Ну, он хоть тангусов набрал, но все равно от этого ни горячо, ни холодно. Просто чисто челы работают на реген. 15-7 против 3-1. Ну, тут все и так понятно. Очень-очень жестко пока душат инвокера. Ну, так и должно быть в целом. Вайпер и должен по-хорошему аннигилировать. На вайпере это несложно сделать. Не нужно как-то суперсильно уметь кнопки нажимать. Просто нажимаешь, кью удерживаешь и спамишь, и спамишь, и спамишь. Ну, или на автоказ даже поставил, когда героя увидел. Но зато все хорошо. В целом я смотрю террора. Он тут крипов добивает. Но видим то, что на фоне общего бреда террор единственный, кто фармит командами нас. Клаб. Так что я думаю, что в ближайшем будущем преимущество по золоту может за бизнесами и вырасти. Бэтрайдер тут пока у нас с фласочкой бегает. Тоже не сказать, что у него жизнь в шоколаде. Крипы тоже не так все хорошо идут. И опять пришел Снейкинг. Что ж ты будешь делать, а? Везде сухий шейкер. Мне кажется, он ему в кошмарах будет сниться после такого мида. Да, никуда ты не денешься. Вон вис ушел, а сатрячок-то готов. А Снейкинг знал, 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 что такое будет. Так что все предугадано. Причем даже вот именно Сантряк. Возможно, он именно по пути здесь залежался в плане того, что хотел побегать по варде. Если, ну, раз уж так, то можно было и поставить. Потому что дешевле как-то и профитнее было бы дастым бесконечно покупать и нажимать такие ситуации. Ничего не происходит. Кроме смерти Абаддона на топе. Не успел ее застать воочию, но вот и фраг для команды Сил Света есть. Террору он достался. Не самый дорогой, да и в целом здесь 4-й левел. Не самый высокий, который можно придумать в такой ситуации у самого Абаддона. Но деньги перепали, Экспа перепал, и на том спасибо. Мордок пытается еле ползти в инвизе. Квас в экс на единичку. Вот он еле-еле так вот хоп-хоп-хоп. Реально как школьник бежит. Дайте посмотреть. У нее так еще и голова дергается при беге. У нее, видимо, голова. Она в какой-то невесомости находится, и она отдельно от тела. Так, ну снекинг на самом деле так вот плодотворно гуляет. Давайте посмотрим, что по общей ценности теперь. Ну, террор на хорошем счету, конечно. Видимо, даже побольше, чем гирокоптер вынес. Ну, тут стоит учитывать. Тут фраг, опять же. 200 рублей с него. Хайкоп был найден. Так, еще легкий фарм? Нет. Буквально чуть-чуть не достал. Этим мапсом досан 3, чтобы снекинг мог поднять денег. Ну, и пока как-то неторопливо у нас развиваются события на этой карте. Ну, в целом, для Мидасов это все в плюс, конечно же. То есть, их устраивает, чтобы РДО фармил, и все его не трогали. Но вот со стороны команды Сил Света можно было бы... Ой-ой-ой-ой-ой. Тут Му, на самом деле, на тоненького. Мог бы Сексифета забрать. Но тот справился с этим эфир, который уже аж на двоечку качал свой стан. И Му мог там что-то придумать насчет Хайка. Например, можно ракетку не упустить, как откатиться. Правда, для этого придется нажимать стики. Ловит Орехотавра вместо этого. Ну, может, ловит для того, чтобы как раз-таки тоже стики нажать. Но хедреска куплена для Фира, поэтому в любом случае регенчик на линии есть. Просто хотя бы сауры этой хедрески. А на миде снова бойни, снова Мордоп не прощают. И снова здесь ничего он не сделает, Джонсноу. Хотя есть у него инвиз, но в этот раз дастики оказались и не сентри. Ну, и никуда он не девается. Ну, вот такой хорошо начавший по фрагам Вайпера. Он обычно в мидгейм поддушивает, но там потом уже ближе к Лейту нужна помощь от команды, потому что сам он начнет умирать, и БКБшки начинают мешать. И вот это вот все. И оказывается, что армора у тебя не так уж и хорошо так прирастает. Несмотря на то, что ты ловкач. Ну, у него просто прирост статов очень плохой. Ну, эти 2.4, 2.5, 1.8. То есть он по всем фронтам очень слабо статов развивается. Ну, мне кажется, что здесь инвокеры пикали исключительно, чтобы закрыть кучу вариантов для кэри, которые могли бы сильно помешать террору в стиле вот этого лансера и прочее, потому что ризионисты очень не любят вот эти все прокасты квасвексовские, типа там Ветра и моноберные. Так что, если что, вы, я думаю, сильно не мощнительны этого инвокера. Он здесь вынужденная мера. И они добились своего, они добились комфорта для террора. Но ценой того, что мид будет такой, что... После такого мида, в общем, хочется покурить, как правило. Но здесь будем смотреть. Радиоу просто нагло фармит вражеские леса. Здесь его искать-то никто не ищет. Вард есть на подходе, и, собственно, поэтому он узнает, если Энви захочет с мидо подойти. Но рано или поздно подтянутся сюда люди и найдут его. Так, Фир. Пытается уйти. Сожгут, не сожгут. Сожгут. Му увидел все это месчинство и просто отошел подальше. Ему фармить надо, ему не до этого. Он, кстати, как-то умудрился перефармить даже сейчас террора, который с иллюзиями замакшенными фармит. Странно. Ну, террор без курьера еще остался. Делает пока все подряд. Я так понимаю, там его Драгонлендс просто помер в курьере. Иных у меня причин понимать, что у него сборки нет. Бракс пока Т1. Вышечку спушил. Это, кстати, последний Т1. Ну, опять вот, начинают давить, лишать спейса. Ну, вот, вроде как, особо не ищут Терраблейда, но дальше вот в таких дальних спотах все равно будет шанс, что его найдут. Надо как-то провардить просто вражеский лес, а в своем... Точнее, наоборот, в свой лес провардить, а во вражеском воевать. Тогда они будут полностью иметь представление о том, где находится террор. Мердок, зная, где он находится, точно так, как Стас. Даст сюда влетел на просветочку. Просветочка, просветочку никто не взял. Приходит вайпер. Дастеру тут сейчас объяснить хочет, но Дастер отошел подальше. Вот сексифойту объяснить можно прямо сейчас. Му забирают, это сделали через лассо. И что ж толку от того, что брали Абадона с его фотикшилдом, что он не снимает лассо со своих, а? А? Ну, ладно, Му продали, бог бы с ним. Рано или поздно всех нас продадут ради какой-то другой иллюзорной выгоды, тут, правда, даже он ни за что продал, так просто, как последний Иуда. Ну, видимо, далеко просто был не дотянулся фотиком, потому что он там достаточно быстро помер. Так, там у нас снова могут сексифета ловить. Му прям боевой. А, он еще и через Мом решил идти. Ну, ладно. Почему бы и нет? Это сексифет. Нужна помощь от Фира. Свапнуть на суще, если парни захочут отойти, но тут вообще лучше просто отойти, потому что подошел Дастер. Бог его знает, что он там сможет с каким-нибудь Малифайсом вытворить, или вообще, что он вкачал. Но у него пятый левел, то есть блокколы нет и даже не пахнет. И Аванпост тут, я так понимаю, силу света так и не достался на десятый, поэтому он и не получил своего шестого. Хайка привязывает, но здесь его подстанили, еще подстанили, пару тычек, и минус. Эрдиол. Он тут хочет Снекинга избить. Снекинг ультанул! Когда в Салямбар сделаю шарского город сильно. Ну, сейчас Снекинг прям на мужиках хорошо сработал, понравилось мне. Дальше у нас будет Секси Фэт. Уходите отсюда, потому что Хитовы от Мордока, как обычно, продадут. Что по Вижену? А, нормально, атак. А куда у него Инвис делся? Подождите, он же скастовал Инвис. Он из него вышел как-то? Или что там случилось? Чат подсказывает. Ну, 5000 преимуществ, и начинает душить по спейсу, самое главное. 11-12 минут — это довольно солидная цифра, такую ни за одну драку не перевернешь. Тут нужны драки 2-3, очень удачные, чтобы такие цифры вернуть себя обратно, отчитывая все обстоятельства. Ну и шестой на Энигме нужен наконец-то, господи, когда же он его возьмет? Он уже не Крономикон первый купил, а шестой все никак не получил. То есть по фарму-то он идет в темпе в нужном, а вот все остальное что-то у него такое. Так, Сексифэт поджигает Фира, Фиру больно, Фир тут пока торгует лицом, Мут тут тоже торгует лицом, видимо, но помогает ему Бракс, подхилит его, дает возможность развернуться, колдаун никуда, Хайка пытается таять Си, но тут Флеткэнон его может добить, но там еще Бракс напоследок нападал койлом, чтобы вдруг чего не случилось. И Сексифэт пытается откинуть со всем, чем может, но это его жизнь не спасает. Ну а Вайпер пока видим то, что Гривс и делает. Что тут? А, нет, у него не было. Я наврала, у него не было в Курьере вообще никакого даже намека на Драгон Лэнс. Он просто... у него просто был мертвый Курьер и мало денег. Та один ушечку потихоньку грызет на Террор. Вообще никого это не впечатляет, всем даже немного плевать на Террора. Вот раньше такие гадки, конечно, бывали, когда у Террора силы побольше было, изначально особенно его нерфили в какой-то один момент, помню, и он выпал из мета тогда практически полностью. Просто вот так вот забудешь его минут на 30, а он вернется, и тебе лицо сломай. Даже если вся команда остальная просто вот видела как не в себя. И это был достаточно стабильный Кэрри с точки зрения такой вот ситуации. И, наверное, сейчас его место занял Ланцер в такой же ситуации. Но против Ланцера тоже начали воевать своими методами, то есть начали на всех подряд БФ собирать милищников, чтобы с ним драться. Ну и Урс из БФ, например, таким образом и прижился. Так, Мёрдока застанили. Энви хочет Секси Снэйкинг подойти. Так-так-так, хорошо, подошел снова, ультанул он божественно. И это минус Дастер. Хайка сейчас тоже будет пытаться уйти, но некуда ему идти, никто его нигде не ждет. А Секси Фет уходит вроде как, и все. Т2 вышку надо бить теперь, крипы довольно близко, сейчас подойдут. Ну, в общем, нужно не сбавлять оборотов темпа, тогда и не успеет ничего террором сделать. Хотя я не очень уверена, что они его боятся, конечно. А они все пошли за Секси Фетом, который тут назад ушел. Но надо его замедлить как-то тут, конечно. Абаддона надо дать добить свою курсу, но нет, не добилась. И улетает через хайграунд вроде как, а Фессурку положить не успел. Не, на Фессурке, видимо, и маны не было, хотя бог его знает. Ну, в общем, он мог там все что угодно сделать, чтобы Фессурку успеть положить, но не прочитал момент. Ну, ладно, зато ульты хорошие кидают. Сам вышел из него, да. Ну, тогда понятно, тогда понятно. Что инвокер уже в тилите несколько, значит. Бывает, к сожалению, с психическим таким вот стабильным состоянием у некоторых игроков, даже если не очень опытные, проблемы возникают, потому что это требует все-таки специального подхода и желательно профессионального. Если ты начинаешь токсичить, ты вредишь не только самому себе и удовольствия от игры не получаешь, или там желание соревноваться, побеждать и прочее. Не только сам мотивацию теряешь, но и демотивируешь всех своих союзников. И это самое, наверное, печальное, что один токсик может всю команду заруинить. Ну, не в рамках одной карты, а даже вот по жизни просто. Поэтому очень важно уметь общаться, когда приходишь к продоту. Да, Астер уходит, Мардок вроде как тоже уйдет, и вот даже никто не искал, всем плевать просто на него. 6 тысяч преимущества. Перестало оно как-то так активно расти. А что там, Гирич Паганиму? Чуть-чуть осталось, тысяча золота. А Энви, Фир и Бракс решили на троих сообразить смачокс. И сейчас, наверное, будут под снейкинга и его инфу работать. То есть есть здесь Хайка, врывается, кажется, он сейчас в помойку. Да, в помойку ворвался, естественно. Не прогадала. Ну, снейкинга не так жалко, он саппорт, а вот Сексифета надо было бы догнать. Но Сексифета опять, ну, сурелил черть куда, и из-за этого бегать за ним сто лет по лесам своим же не хочется. Энви, зато сейчас Дастера будет просто разваливать. Дастеру бы, наверное, откинуться Малифайсом хотя бы, но здесь уже поздно пить Боржоми. Тут уже надо умирать. Ну и что ж, вот и Бион Гудлайк. С каждой каткой видим то, что Энви все больше и больше прогрессирует на Вайпере. И вот, дошел, судя по всему, до ультимативной точки экстремума на этом Вайпере. Сексифет. Хороший фламбрейк, кстати, сбил прямо тут все. Но можно при желании просто еще и Фессорку кинуть подгадить, но Сексифет тут не пытался улетать никуда пока. Но у него есть ТФ. Имп Клоу. Хороший предмет, на самом деле, для самого Гирича. Ох, ну несите уже что-нибудь, ребят, что же вы так-то пассивно играете? Они убивают только тех, кто сам к ним приходит в руки. Кстати, там еще в руки к ним пришел чел. Сексифет. В этот раз ему лететь некуда. А, ну, может, это паузу сделать, логично. Тыщ! Не, ну зачем ульту-то можно было через второй? Ультает он зря. Ну ладно, зря-не зря, победителей не судят. Так, ну и попытка подпушить от Мердока. Хоть какие-то деньги заработать, хоть спирит Вессел. Ну, Вессел нужен, конечно, здесь и вайперы. Иначе они вообще в жизни не убьют такими темпами. Тем более, что вайпер в жир собирается. ХП у него навалом. Будет еще больше, когда себе уже Вангвард возьмет. И это снова минус Хайка. Хайка, который тоже что-то вот начал подставляться. Хотя вроде как начал довольно мирно, но теперь уже его френдли превратилось в фит. Так, Дастер. Больно получил. Мердок улетает, и ракетка не успеет долететь до него до ТП. На базе встретит личиком. Не проблема. Ну, даже не на базе, он уже успеет выйти с нее. Помню, раньше было как одно из развлечений следить за этим. За этой ракеткой, которая летит. И еще не все понимали механику точную. И вот думали, что может тебя застанет на вечность. Если ты так вот будешь ловить лицо мать ракеты, когда уже после ТП-аута она на тебя полетела. Так, снова Смоук. Но на горе находится у нас Сила Света. Поэтому у них позиция выгоднее. Не выгодно у них только то, что у них нет ульта с нейкингом. Остальное все у них нормально решается. Секси Фетт. Вывез Энви. Энви вообще, он буквально четверть хп со всего этого потерял. И тут его Бракс на самом деле подобрать эту душевную-то может похилить. Но я так понимаю, что он бережет ману просто на лишний Афотик Шилд, который там, в принципе, сейчас накапает. А Афотик-то пригодится. Хайка и Секси Фетт делают ТП-аута отсюда подальше на Гирыча, которого застали внезапно соло. И они думали, что это легкий фраг. Блин, ну может Рошана, что ли, заберет? Чего же вы так заступорились-то? Мега-кил. Ну, тут Секси Фетт, кажется, тоже приговорит. Секси Фетт. Нарвались. И все. Все-таки достигла его смерть законная. Так что здесь действительно он своего не избежит. 10 тысяч преимущества. Начинает, наконец-то, у нас Т2 вышки падать. Ну, это первая Т2, конечно, потому что остальные там очень хорошо Родиоу откушают. Родиоу, что у тебя? У тебя, у тебя, у тебя Драгон Лэнс появился, наконец-то. Не знаю, что ты сейчас будешь делать из этого. Может, Саша Яш, может, это начало БКБ. И что-то тут забайтились на иллюзию по-царски, конечно. А тут Т3 несут. Надо развернуться на Рошана, пойти, раз уж тянули. Или что, все равно хотят зайти. Видимо, зайти хотят. Хайка забрали. А где Герыч? Герыч рядом, рядом. Так, ну что, Му. Му больновато. Он хочет отойти, но Лассо говорит нет. Ну вот и свап пошел, а теперь Блэк Холл, который Фира разве что убьет, а остальные все останутся в живых. У Бракса еще ультимативное есть, так что с Бороу Таймом он будет жить. Зря он так повесил на себя Фотик Шилд, лучше бы оставил на потом. Но будем надеяться, что он откатится к этому моменту, и все будет хорошо. Дастер. Хотят его забрать, но Снейкинг под Маллифайз подставился очень неудачно. Ну зачем так видеть? Ну зачем? Вот можно же аккуратнее сыграть. И дальше видим то, что заканчивается история тем, что все равно забирают трех персонажей. И в живых самое главное остался Му, которого можно подхилить как-нибудь. Да он и сам готов подхилиться с Мумчика. Я так понимаю, он и пошел это делать. Продолжение следует... Ну что, медалька появилась для Альви. Крест хочет. Да, крест. Ну, статы, в принципе, что-то нет. Плюс надо для гирокоптера площадку всегда готовить, чтобы у него было за что носить физический свой дэмэдж с турельки с агонимной. Ну и он пока сатаник, я так вижу, хочет делать. Он уже сделал, да. Ну так что маску можно выкинуть в помойку и забрать этот сатаник. Ну и он освободил уже слот под Аегу. Так что здесь Аегис у нас будет уже... Я так думаю, финальной частью, финальным аккордом этой карты. Потому что в целом его уже будет достаточно, чтобы зайти и снести. Ну ничего мне даст, просто не могут. Ну в целом. По итогу второй карты могу сказать, что дело не в драфте. Они просто не могут. Ну то есть, мне кажется, вот Мердок на любом другом персонаже, он бы все точно так же бы сделал. Но 0.83, чисто вот такой типикал кэри, когда дело касается там типа мемов, мол, там инвокер в моем пабе. Инвокер там в моем скрытом пуле или чем-то в этом роде. Так, ну что, сделали сразу все телепорты вниз, видимо, потому что пошли по наводочке на террора. Террор аж БКБ нажал. Ну, реализация достойная, да. Пытается крипскипить со всех сторон. Вон, здесь Хайка пришел, здесь Сексифет пришел. И они вот все тянут и тянут крипов. И в целом полезная вещь, но все равно видим то, что забирают у нас Энигму, которая остается на 55 секунд таверни. Еще один несчастный Ранжевик, которого тоже сейчас убьют. Ну надо отпустить по какой-то, конечно же, одной стороне. Надо выбрать направление просто, и тогда с одной пачкой крипов уже зайти. Ее будет достаточно. Ну что, так и будут они вражеские леса фармить? Ну, видимо, да. Ну, крипочков пытается Хайка задержать, но что-то крипскипинг закончился не начавшись, потому что, видимо, слишком быстро эта тревушка падает. Аглифта нет. А Рдиота не живет. Рди, воу, ради этого ты фармил, да? Господь, Господь. 52 секунды без него. Ну, не знаю, не знаю, если честно. Тут, конечно, да. Дело пахнет керосином. Ну, минус только одну сторону они здесь могут сделать дальше, разве что только в трон, потому что по другим сторонам Т2 вышки стоят. Не хотят они сразу в трон, они хотят Т2 вышки. Ну, в целом, Аегис еще долго будет, и поэтому они еще одну плюс сторону точно успеют снести за это время. Дальше что будут делать, это уже вопрос. Будут ли пытаться идти в трон или на третью сторону, так же пойдут. Все за Тип или Рдио? Ну да, Рдио красавчик, конечно. Знат на Фидану. За такое можно... Вот если можно было выдавать премию за Фид, я бы выдала и Рдио. Хотя нет, 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 нет. Я ошибаюсь, я ошибаюсь. Он только бы получил номинацию на премию, но не саму премию. Саму премию бы Мердок, ясное дело, взял. Так, ну там грибочки вроде наверху потихонечку уже поползли. Скипать в этот раз их никто не собирается, так что все должно пройти благополучно. На Т2 вышки деф, ясное дело, никто не будет. На Т3 будет Глиф, и это немного подтянет времени для Мидас. Но тут опять же ситуация, когда перед смертью не надышишься банально. Из-за того, что тут слишком много нужно всего вынести террору, чтобы хотя бы мизерные фраги начинать делать. Ну и не хватает очень сильно стенки перед террором. Не хватает какого-то нормального харднейнера, который будет танковать. И это все тебя лично стимулирует собрать дополнительные слаты. То есть если уж у тебя некому танковать, то тебе нужно что-то типа скадет. Если тебе некому танковать, то тебе нужно что-то типа, не знаю, сатаника, возможно. Ну то есть что-нибудь, что даст тебе статы в хорошем количестве. Желательно жирок именно. Не просто какие-то рандомные статы, а именно силушку богатырскую. И видим то, что у нас минус 2 получилось оформить. Энви там с яда сжигает Секси Фета, Хайка погибает. Секси Фета уже не выкупится. Вот Хайка вернулся обратно на трапы войны. И это был последний байбэк их команды. Пока что все остальное просто безбайбэчно. Му, пришел сюда. А Эггиста еще есть, еще долго будет. Поэтому можно ему тут повоевать. И это минус 4. И ГГшечка. И закончена игра на 27-й минуте. Так, ну что ж. Сейчас у нас так получается, что прям без перерыва будет... Сейчас, секундочку, ребятушки. Прям без перерыва будет Азия каститься. Я вот сейчас договариваюсь. Морталис у нас будет Азию поднимать. Она на этом же канале будет с 7 утра. Ну вот уже через 10 минут 7 утра как будет. Слушайте, ну ты хотела к 7 утра закончить. Я к 7 утра закончила. Хорошо. Прям идеально, идеально все идет. Но видим то, что Медасы ничего не показали. Но и за очередное поражение все заработали. Так что пока... Ну что-то я думаю, что, конечно, они будут близко к низам этой таблицы держаться, судя по такой тенденции. Ну и самое главное, конечно же, то, что начинают хоть какие-то очки здесь набирать бизнес Ассошиейтс. Плохо 7 утра дается это слово. Которая победила далеко не самых сильных своих противников со счетом 2-0. Это самое важное, потому что победы здесь гораздо больше роляют, нежели чем ничьи. Ну я с вами на этом прощаюсь. Спасибо всем, кто здесь сидел. Спасибо всем, кто позашел и вот только новостейскую это все понаблюдал. Но вот это был у нас один из дней. Заходите сюда каждый божий день в 10 вечера. Тут всегда будут начинаться катки Америки в ближайшие пару недель. Так что вот милости прошу к нашему шлашу. А пока вот все будет переходить на Азию. Сейчас вот подожду, когда там Морталь все это дело перебросит. И далеко не расходитесь. Тут я не помню, какие там первоазиатские катки будут. Не он против кого-то играет. Ну в общем, ждите инфы сами. Продолжение следует... Продолжение следует...